Вертолетный слалом и развозка грузов. Ведро диаметром 20 сантиметров зоркий глаз летчика устанавливает в круг. Самарцы лучшие в своем деле. Победу во всемирных воздушных играх одержали наши летчики на вертолете Робинсон 44. Обошли семерых соперников. Позади остались поляки со вторым местом и австрийцы на третьем. Летчик Николай Буров в небе больше 30 лет. Без него, говорит, в жизни не хватает адреналина. Мне бы это все, потому что это нашей жизни, хобби. А вертолетный спорт понравился еще, когда был курсантом, когда летали. Мы только учились на вертолете, а были более старшие товарищи, которые занимались спортом и на наших глазах выполняли какие-то тренировочные полеты. Конечно, это для нас, курсантов, завораживало. Всемирные воздушные игры – это редкая возможность продемонстрировать свои умения. В прошлый раз Николай Буров тоже стал победителем. Чтобы покорять вершины, говорит, нужно следить за здоровьем, постоянно тренироваться и доверять своей интуиции. Парадокс заключается в том, что, несмотря на то, что в вертолете огромное количество приборов и систем, в вертолетном спорте как раз большей частью используется именно чувство летчика. И упражнения подобраны так, что независимо, какой тип вертолета, американский Робинсон 44 или наш родной Ми-2, упражнения происходят на слух, на чувство моторики, на чувство мощности этого вертолета. Когда и где состоятся следующие всемирные игры, пока неизвестно. ФАИ, Международная авиационная федерация, должна выбрать страну, которая примет соревнования. Чтобы быть готовыми, наши летчики тренируются каждый день. Мариана Мирная, Константин Головин. События.